здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на своем канале для тех кто у меня впервые меня зовут мария и живу я в городе волгоград значит я сегодня приехала на дачу и перевезла крупнолесные гортензии не все продающего данную часть перевезла на дачу а в теплицу потому что в погребе они уже начинают прорастать прям конкретно то есть не важно что холодно и темно сейчас приблизить вот так вот будет видно да что вот листики все уже тронулись в рост побеги побеги до пошли почки раскрываются вот и в данном случае вот сейчас перед вами это гортензия отбежавшая невеста и нужно привести ее в порядок нужно сделать обрезку я решила вам сегодня показать как это сделать потому что это необычная гортензия она ампельная и здесь нужно быть очень осторожным потому что вот эти вот веточки которые вот до самого конца вот листик уже раскрывается здесь почки набухли почки набухли вот здесь вот вот уже почечки вот так вот хорошо видно вот снизу идут побеги и она цвести будет вот в каждой почки в каждой пазухе будет такое соцветие соцветия 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 да то есть такой букетик из нескольких цветочков и поэтому нам конечно нужно сохранить все вот эти ветки но если мы не делаем обрезку оставляем вот таком виде запущенный куст то мы получим очень мелкие соцветия она будет свести будет красавица вообще необыкновенно красивая гортензия вот но тем не менее чтобы вот эти соцветия были крупными красивыми там цветки такие раскрываются шикарные я пущу сейчас картинку по сверху да чтобы вы посмотрели если кто еще не знает что такое сбежавшая невеста и я сейчас сделаю обрезку и покажу вам как это правильно сделать потому что крупнолистные гортензии обрезаются немножко по-другому да там места но я не буду сейчас рассказывать у меня есть видео на канале то есть я не буду отвлекаться сейчас мы будем с вами вместе так я так думаю что хорошо видно я просто в теплице у нас тут еще не разобрано все вот смотрите да то есть вот эти сильные побеги так стоп сейчас я настрою чтоб мне было видно кадр пока еще все не приспособлено никак не дождемся тепла он идет снег сыпет так вот так вот хорошо видно да значит смотрите вот эти верхние веточки я никакие не трогаю если только ну не мертвая и основные вот эти ветви толстые которые потолще я их оставляю на них будет самое пышное цветение через три четыре года я их буду обрезать вырезать то есть на замену на наращивание новых молодых побегов но вот такая тут ситуация к примеру да вот здесь вот побег из середины идет и он аж обкрутил вот этот большой самый маленький дух ленький и в самой середине то есть он дает загущение куста так я взяла не те ножницы сейчас друзья мои так вот этот вот закрученный его сейчас видно я поближе покажу значит аккуратно чтобы почки не сломать видите как он обкрутился вот вокруг ветки здесь живые веточки попробую поставить в воду может быть зеленые почки получится получить очеренок новый новый побег выгнать так дальше значит смотрим еще середина вот у нас идет побег достаточно толстой веточки но он сам по себе очень тоненький хиленький я его вырезала не нужен он будет загущать крону сюда надо чтобы поступал воздух продувал из гортензии тогда меньше будут различные болезни посещать грибковые заболевания вот поэтому все такое тонкое хило и худое я убираю а здесь вот уже почка лезет вот победим что я срезала вот этот вот тоже хиленький дохленький я убираю так чем меня еще в середине вот еще тут непонятный двойной побег он идет и в эту сторону и в эту сторону и вот я его наверное вот так вырежу вот видите как он рос вот это тоже пущу на черенкование а а здесь освободили территорию для роста там внизу огромное количество новых почек зеленых молодых побегов поэтому здесь будет все хорошо это вообще сухой сам отломался вот и смотрите друзья то есть гортензия ампельная вы видите да что она у меня посажена 20 литровом горшке и она стоит немножко на возвышении потому что ветви склоняются и ну надо чтобы она повыше была вот я ее в землю даже сажать не стала сразу изначально посадила большой горшок сделала из камней красивый такой пьедестал и весной выношу и выставляю значит что дальше вот он уже старый он уже никакой а здесь так как то мне надо подлезть вот так вот такие вот ненужные вот тоже вырезаю прям под основание вот эти вот какие-то искривленные ветки ненужные так а вот здесь вот две ветки они вот пересекаются между собой вот даже и не знаю жалко всегда же ай как жалко так вот здесь вот на самой ветке вот здесь сухие мелкотню обрезаю она быстрее даст пучки по самой веточке и будет хорошо цвести так ну что жалко не жалко я оставлю вот эту более молодую нижняя она уже достаточно старая тем более вот от нее здесь есть побег и я вот по этот побег отрежу вот этот молодой нарастет а а из этого это за черенку так уже красиво у нас получается ах сломала почку ах сломала ну ничего аккуратнее надо конечно у меня просто здесь неудобно мы выгребли землю из теплицы сейчас будем завозить новый слой плодородный поэтому мне здесь вот проходе поставила все гортензии так ну что я думаю смысл то понятен да но я вот больше нет подождите как я не буду ничего трогать вот еще у нас тут все такое хиленько дохленькая убирается так вот это вот я вырежу тоже не нужно но вот сейчас более менее более менее но вот так в основном больше ничего тут особо не пересекается не перехлёстывается вот это вот под цветками отклонится вот разве что вот здесь здесь посмотрю чуть попозже как распустится она как-то немножко суховато выглядеть вот это более старая вот это молодая это молодая пока оставлю если что подрежу позже вот так вот убрали все старые листики какие тут оставались так слегка сейчас порохлю чтобы туда воздух проходил еще земля конечно суховато так чем-то другим надо не хочется почки поломать тут уже корневая нарушая такая хорошая так вот так пока не буду больше ничего делать такой извините камера куда-то меня отодвинулась но вот так чуть-чуть подрыхлила и смотрите да я поливаю вот буквально ну не знаю стакан то есть ни в коем случае пока окончательно не проснулась корневая система способна впитывать уж а уж удобрение мы вообще сейчас никак не сыпем то есть как только она проснется тогда я уже вам покажу как нужно правильно удобрить чтобы она очень хорошо цвела обильно долго на протяжении всего сезона вот стакан и достаточно все так вот я ее оставляю пусть пробуждается буду проведывать ее ну и конечно наблюдать за ней так ну вот так вот я ее еще замульчировала чуть-чуть полила и замульчировала чтобы влага сохранялась больше пока поливать не буду то есть нужно постоянно смотреть просто бездумно лить не надо иначе перелив может привести к загниванию корневой системой вы можете потерять гортензию так здесь вот еще привезла вот посмотрите какие шикарные вот она уже листики разворачиваются почечки все проснулись здесь вот все хорошо цветочные почки заложены все будет хорошо немножко землю так вот здесь еще у меня это крупнолистная точно так же прибавим весь мусор здесь у меня вот эти осмокот уже вышел почему-то на поверхность для остатки от осмокота шарики вот сейчас я все это тоже пройдусь полью потому что вот земля но сухая прям сухая здесь вот тоже вот прекрасно и такие почки проснулись молодая гортензия прошлом году первый год она немножко потом как-то заболела я ее обрезала на черенки пустила одна веточка вот пошла и прекрасно сейчас я еще все это полью чуть-чуть чуть-чуть друзья мои и замульчирую замульчирую щипой щипу я делаю сама значит что по крупнолистным гортензии но вот здесь все хорошо здесь я ничего не буду сейчас резать вот 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 здесь уже обрезаны это были цветки в прошлом году вот я их срезала все пока все остается так а вот здесь обрезка будет нужна потому что вот явно вижу да вот веточка она мертвая а вот здесь вот хорошая почечка идет то есть нужно обрезать по эту почку а здесь тоже быть были срезана это очень обильно цвела гортензии и дмитюгезы сейчас я вот так раз и убрала вот видите да вот почерневшая то есть погреби они когда стоят может случаться все здесь вроде какие-то листики есть но я не буду это вставлять я вот по эту почку обрежу здесь тоже самое почек никаких живых нету и вот до первого развода вот здесь смотрите какие хорошие почки и будут замечательные побеги вот этот побег он тоненький маленький но я не буду сейчас в одной руке камера мне неудобно я могу повредить вот смотрите вот эти тонкие я сейчас все повырежу и вернусь к вам ну и вот что у меня получилось да то есть вот верхние все которые вот кстати но здесь оставила тоже посмотрю может быть попозже обрежу но вот листик живой оставила здесь вот все хорошо побеги хорошие вот такие вот засухшие вот надо все пройтись убрать обязательно делаем обработку я рекомендую сейчас можно сделать вот обработку потому что уже листики первые есть дать а виджет это коллоидная сера там в составе и это препарат который из грибка и с грибковыми заболеваниями борется и от паутинного клеща помогает да то есть некоторыми видами вредителей вот возьмите а виджет обработайте все свои гортынзе и метельчатые и крупнолистные то есть это не помешает потому что сейчас хорошенькая жирненькая листва молодая сейчас сразу же паутинный клещ объявится непонятно откуда и начнет вредить нам вот чтобы сохранить вот такую вот красоту вот она какая красотень уже листики зелененькие такая прелесть все будет свистеть вот ну так же эти замульчировала все мои красавицы давайте растите радуйте нас ну вот так друзья вот на сегодня у меня все с вами была мария пока до новых встреч если есть какие-то вопросы пишите я стараюсь максимально отвечать на все заданные вопросы будьте здоровы всего доброго до свидания